на ТЛС. Что за запах? Будто кто-то нагадил под кровать. Здесь не уважают работников. Простите. 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 Начальник я. Отдалю конец. Обращаются с ними как со слугами. Не хватает ни денег, ни сил. На вашем месте я бы воздержался от оскорблений. Общение сведено к минимуму. Как вы узнаете, если не спросите? Я спросил, где курица. Спросите еще раз. Я был шокирован, когда узнал, что персоналу не платят вовремя. Задерживают зарплату. Задерживают зарплату. Долго подписывают чек и всегда что-то удерживают. Я прямо спросил обо всем у Роберта и Ари, но в ответ услышал одни оправдания. У меня нет секретаря. Гордон, простите. Вы всегда такой жалкий. Они могут уволиться. Как вы смеете? Вы напыщенный дурак. Не говорите со мной так. Вы так и не поняли. Что отель тонет? АДСКИЕ ГОСТИНИЦЫ Гостиница «Джунипер Хилл» в Вермонте оказалась ужасным местом. Ну и запах. Вскоре я понял, в чем источник проблем. Вам не платят? Мне ясно, что владельцы не умеют вести дела. Что же здесь происходит? Когда они приглашают друзей и превращают отель в личный дом отдыха. Надеюсь, управляющий Райан поможет мне разобраться. Работники говорили мне, что на выходные приезжают друзья начальства из Ванхэттена, пьют и веселятся. Они хотя бы платят? Нет. Друзья Роберта живут здесь неделями, не платят ни за еду, ни за комнату, поэтому мы и теряем деньги. Что означают эти цвета? Зеленый значит, что они заплатили, красный нет. Боже. Всего 50 ночей с ноября по декабрь. Два месяца? В среднем 200 долларов за ночь. Это же 10 тысяч дохода. Именно. Для них это личный загородный клуб, словно пытаются купить друзей. Роберт считает себя успешным бизнесменом. Делает вид, что он король, а все остальные здесь никто. Безумие. Частный дом отдыха. Он обошел официантов и забрал часть их чаевых. Боже мой. Он забирает чаевые. Он сумасшедший. Невероятно. Не платит, а отбирает чаевые. Я поговорю с ним. Барбара, как дела? Хорошо. Это правда, что Роберт забирает процент с ваших чаевых? Да. Вот как. И какой процент? Половину. Забирает половину? Да. Сложно уследить за всеми чаевыми. Я видела бухгалтерские отчеты, с ними не все в порядке. Зачем это ему? То же самое было на Новый год. Они решили взять часть нашего заработка, чтобы заплатить музыкальной группе. Да, половину. Поэтому мы и бедствуем. Владелец не имеет права забирать чаевые работников. Учитывая бесплатную еду и комнаты для друзей, неудивительно, что отель терпит убытки. Роберт и его друзья наслаждаются жизнью за счет персонала. Отвратительно. Нужно поговорить с ним и все выяснить. Я узнал много нового и интересного. Я попытаюсь говорить спокойно, но если почувствую, что вы врете, что снова все отрицаете, знайте, я за себя не отвечаю. Я изучил ваши записи. В ноябре и декабре вы сдали 49 бесплатных номеров. Ваши друзья не платили за еду и не оставляли чаевых. Вы сами понимаете, что творите. Я думал, что кто-то должен здесь жить, чтобы остальные посетители не скучали, чтобы тут было людно. Мало того, что ваши друзья ничего не платят, вы еще забираете часть чаевых своих работников. Только в те ночи, когда работают. Отвратительно. Кто вам дал такое право? Я пытался объяснить им, как я хочу вести дела в своей гостинице. Ужас. Я забираю процент согласно тому, сколько работаю сам. Кто ведет учет чаевых? Ари. Но ведь я делаю их работу. Вы владелец, не водитель, не бармен. Это ваша гостиница. Они не понимали, чего я от них хочу. Решил, что если начну забирать чаевые, они прислушаются. Безумие. Худшая модель руководства из тех, что я видел. Вам и правда нужны чаевые 70-летние женщины? А 15-20 тысяч с бесплатных комнат и еда за два месяца. Должен признаться, я надеялся, что гости оставят чаевые для персонала. Вы ошибались. Извините, что порчу ваш праздник. Тогда я свяжусь с друзьями и спрошу, что случилось. Вам смелости не хватит позвонить им и спросить о чаевых. Хватит. Тогда звоните. И скажите, что вы надеялись, что они из щедрости оставят хотя бы пару сотен на чай. Алло. Дана? Да. Это Роберт. Вы с Грэгом недавно были у нас. И я думал, что вы оставили чаевые. Я прав? Мы же отдали деньги вам. Нет, вы собирались выделить еще сумму на чаевые. Все понятно. Я надеялся, что вы это сделаете. Если мы что-то забыли, нам очень жаль. Мы отдали деньги вам. Подождите, я позвоню другим. Гордон? Боже мой. Гордон ушел. Он думает, что я ворую чаевые. Невероятно. Рэй, это Роберт. Вы оставили работникам чаевые или нет? Мы отдали деньги вам. Значит, я должен был сам сделать это? Я не сообразил. Идиот. Гордон ушел. Решив, что я ему вру. Я чувствую, что стою на грани пропасти. Я потеряю гостиницу. Придется начать все заново. Я больше так не могу. Я не могу. Я не могу. Не могу. Адские гостиницы. На ТЛС. Адские гостиницы. Я уехал из Джунипер Хилл, узнав, что Роберт солгал мне насчет чаевых. Я думал, что вы оставили чаевые. Я прав? Мы же отдали деньги вам. Уже не знаю, хочу ли я помочь ему привести дела в порядок. Я невероятно зол на Роберта. Сколько можно лгать. Он не заслуживает того, чтобы на него кто-то работал. Он ни с кем не считается. Вы сидите на кухне целый день и висите в интернете вместо того, чтобы как-то улучшить меню. Он толком не платит. Я ждала пять недель. Я работаю допоздна, а мне не платят три недели. Он богат, но не платит своим работникам. Я этого не потерплю. Я зол. Но я должен помочь персоналу получить все, что им причитается. И кажется, я знаю, как. Вместе с командой грузчиков я соберу все самые ценные предметы антиквариата в гостинице. Может, увидев, сколько денег было потрачено впустую, Роберт согласится продать часть коллекции, чтобы со всеми расплатиться. Чтобы все получилось, я должен сохранять спокойствие. Я вернулся. Но не ради вас, а ради работников. Они заслуживают лучшего. Мы теряем 15-20 тысяч в год. Но при этом у вас очень дорогое хобби. Вы коллекционер. Скоро сможете открыть музей. Сколько здесь экспонатов? Сотни. О какой сумме идет речь, если взять все самое дорогое? На хорошем аукционе больше 300 тысяч. 300 тысяч. Такой суммы вам хватит на следующий год полтора? Да. Смогли бы протянуть еще два года. Отлично. Я хочу, чтобы вы на кое-что взглянули. Пойдемте. Сейчас нам не обойтись без нового вложения капитала. Роберт! Роберт, такое количество вещей не нужно никому. Я застыл в изумлении. Антиквариат. Картины. Серебро. Вы сидите на такой горе сокровищ. И при этом не платите людям вовремя. Я хочу вас кое с кем познакомить. Главный аукционист в Боннесс в Бостере. Эмми, доброе утро. Доброе утро. Рад видеть. Взаимно. Спасибо, что согласились помочь. У нас неприятности, и все это нужно продать. Нам нужны деньги. Сколько мы сможем выручить за эти богатства? То, что я вижу здесь, сложно назвать коллекцией. Скорее, это накопление. Очень много копий. А большинство оригинальных экспонатов в плохом состоянии. Я бы сказала, 25 тысяч. Сколько? 25. 25? Да. За все? Да. Я был шокирован. Ее оценкой. Не хотел верить. А картина? Это же копия. И не слишком хорошая. Сколько она стоит? Не могу сказать. Очень немного. Роберт, вы говорили, что это 18 век. Она датируется 17 веком. Но это не так, к сожалению. Увы. Вы знали, что это копия? Не знал. Одни копии. Репродукции. Репродукции. Мы рассчитывали на 300-400 тысяч. 25 за все? Да. Нам не хватит даже на 5 недель. Что насчет серебра? 100 долларов за все. 100 долларов? Что насчет этого? Это же Шеффилд. Я знаю. А это? 175. Это подсвечники из Бакары. Их аукционная цена очень низкая. Вы бы согласились на продажу такой коллекции в Боне? Нет. Нам пришлось бы отказаться. Мы думали, что у нас есть запас антиквариата на 300-400 тысяч. Оказалось, здесь один мусор. Да уж. Спасибо. Мы очень благодарны. Пожалуйста. Значит, у нас нет запасов, на которые мы могли бы рассчитывать. Стоимость хранения была большая, чем стоимость экспонатов. Теперь вы понимаете, что должны быть хозяином гостиницы, а не продавцом антиквариата. Меня вы одурачили. Провели экскурсию. Я решил, у этого парня есть деньги. Теперь мы увязли ещё глубже, чем думали. Нужно придумать что-то. Как можно скорее. Да. Вы должны сосредоточиться на решении проблем. Только так гостиница сможет приносить доход. Судя по всему, вы не понимаете, насколько несчастны ваши работники. Ари постоянно на них кричит. Простите, простите. Начальник, я. Вы ругаете. Вы сидите на кухне целый день и висите в интернете, вместо того, чтобы как-то улучшить меню. Каждый день они трудятся в дурной обстановке. Если они уволятся, вам конец. Они здесь работают. Не ваши свиньи, живущие в подвале. Если у вас другое мнение, и если вы не хотите ничего слушать, родавайте гостиницу. Родавайте весь этот мусор и признайте себя побеждённым. Без дополнительных вложений заставить это место работать будет ещё сложнее. Завтра я начну всё менять. Но прежде чем приступить, я хочу кое-что попробовать. Почти кипяток. А ноги мёрзнут. Доброе утро. Пришло время попробовать достучаться до Роберта и Арии. Можно отвлечь вас на две минуты и показать кое-что. Пойдёмте в мою комнату. Если Роберт и Арии хотят, чтобы это место приносило доход, они должны узнать всю правду о том, что думают постояльцы об их драгоценном отеле. Дамы и господа, доброе утро. Спасибо, что заскочили в мою комнату. Как вам наша гостиница? Мы не знали, куда идти, долго искали кого-нибудь, кто смог бы нас заселить. Я тоже был в замешательстве. Нигде не написано, где искать стойку регистрации или бар. А как вам номера? Пришлось включать обогреватели. Правда? Три штуки. Я проверял, в комнатах было жарко. Мы его раздражаем? Поднимите руки, если хотите сюда вернуться. Только не сюда. Ясно? Я хочу, чтобы вы услышали ещё одно мнение. Мнение ведущего инспектора бриллиантовой коллекции отеля Америки. Вкратце я разочарован. Ожидания не оправдались. Никакого приветствия на входе, стойки регистрации не видно. Я попросту потерялся. Бар ужасный. Лучше бы его вообще не было. Вы как будто к свадьбе готовились. Номера неплохие, но это единственный плюс. Ну что? Жаль, что наши гости не счастливы. Мы хотим доставлять людям радость. Поэтому и занялись гостиничным бизнесом. Очевидно, что-то у нас не получается. Рад это слышать. Я вам благодарен. Большое спасибо. Вы останьтесь пока со мной. Критика постояльцев была исключительно по делу. Спасибо. И Роберт впервые употребил выражение «нам очень жаль». Но Ария отреагировал иначе. Что с вами такое? Почему вы злитесь на гостей? Зачем вообще занялись этим бизнесом, если вам на все плевать? Я не имею ничего против гостей, но попробуйте сами содержать гостиницу круглые сутки. Мы обязательно учтем их мнение. Ария их не услышал. Я хотел бы, чтобы это был только наш дом. Но я слушал. Просто у Арии другой подход. Это я понял. Я вижу такое не в первый раз. Вы должны сесть и обсудить, хотите ли остаться в этом бизнесе в будущем. Похоже, Ария не стоила браться за такую работу. Даже Роберт видит, что он подвел своих гостей. Теперь ему нужно понять, что он также подводит своих работников. Я знаю, как помочь Роберту осознать свои ошибки и решить проблемы на кухне. Я попросил шеф-повара приготовить три блюда из старого меню и три блюда, которые он придумал сам. Когда он закончит, притворюсь, что новый обед приготовил я. Важно, что блюда Джулиана могут продаваться в половину дешевле нынешних обедов. Вот 74 доллара. 29. Идемте. Удачи нам. Да уж. Что скажет Роберт о новых недорогих блюдах, думая, что их приготовил я? Я попросил его сделать обед из трех блюд. Здесь ягненок, крабовые котлеты и десерт. Это вариант за 74 доллара. Я приготовил другой обед. Цыпленок, брюссельская капуста, крабовое мясо и ирисовый пудинг с карамельным попкорном. 29 долларов за три блюда. Новый обед Джулиана невероятно вкусный и не слишком дорогой, что наверняка поможет вернуть постояльцев в гостиницу. Роберт думает, что готовил я, и он доволен. Ну как? Замечательно. Превосходно. Брюссельская капуста великолепна. Листья выглядят очень красиво. Готовить такую еду гораздо выгоднее. Первый раз слышу от вас слово «выгоднее». Этот обед в два раза дешевле. Его мы и должны подавать. Мое меню или меню Джулиана? Ваше. Мое? Я польщен. Но придется вам кое в чем признаться. Я ничего не готовил. Все сделал Джулиан. В тот момент я понял, как недооценивал Джулиана. Роберт, вы хотите сказать что-нибудь своему шеф-повару? Я прошу прощения за то, что не позволил вам делать то, что вы хотели. Я признаю, что я был неправ, когда запретил вам работать так, как вы можете. Это очень вкусный обед. Далее. Не умеет поражать эмоции. Роберт принимает решение относительно Ари. И не пытается. Адские гостиницы. На ТЛС. Адские гостиницы. Роберт узнал мнение постояльцев. Я разочарован. Ожидания не оправдались. И попробовал недорогую еду, которую может готовить его шеф-повар. Замечательно. Превосходно. Я ничего не готовил. Все сделал Джулиан. Надеюсь, он начинает понимать свои ошибки. Ну что? Столько эмоций. Конечно же, страх. Должна быть и надежда. У вас прекрасный повар. Это верно. Я словно прозрел. Теперь сожалею, что вел себя так эгоистично. Мои работники достойны большего. Им нужен руководитель, который будет готов прислушиваться к их мнению. Мне кажется, вы должны все им рассказать, чтобы они узнали, насколько их работа важна для вас. Я знаю, что без них это место уже давно бы закрылось. Я хочу, чтобы они поняли, мы еще можем все исправить. Роберт понял свои ошибки. Надеюсь, еще не слишком поздно, и работники ему поверят. Мы, Сари, очень ценим ваш вклад в работу Джунипер Хилл. Боюсь, я не всегда говорил вам об этом. Но я хочу, чтобы вы знали, перемены не за горами. Простите за задержки с выплатами. Простите за неполные чаевые. Простите, что я не слушал вас. Я нисколько не горжусь тем, что сделал. Но если мы захотим, у нас получится все изменить. Гостинице не хватает денег. Я думал, что владелец располагает внушительные коллекции на сумму 300-400 тысяч. Но, как оказалось, за собранные экспонаты мы сможем получить максимум 25 тысяч. Нам будет очень сложно. Похоже, Роберт понял, что его мыльный пузырь лопнул. Он больше не отворачивается от правды. Мне кажется, кто-то может думать, что мы богачи, развлекающиеся в собственном особняке. Но это не так. Сейчас у нас не лучшие времена. Но я остался здесь, потому что хочу помочь Роберту. Я ему верю. Роберт, я горжусь вами. Я всегда знала, что вы хороший человек. Я рада, что мы больше не закрываем глаза на проблемы. Это важно. Согласен. Спасибо. Райан, как вам речь, Роберта? Хотелось встать и похлопать. Мне тоже. После таких слов я понимаю, что работаю на человека, который может успешно руководить бизнесом. Никогда не видел Роберта таким серьезным. С этого момента все изменится, и я хочу на это посмотреть. Спасибо. Спасибо. Истина важнее всего. Было немного стыдно признавать свои ошибки, но в то же время я был рад видеть, что им не безразлично наше будущее и будущее гостиницы. Вместе мы добьемся успеха. Я приятно удивлен поведением Роберта на встрече с персоналом, но владельцу будет полезен еще один урок. Он думает, что постояльцы не тратят деньги в отеле из-за кризиса, а их отталкивают высокие цены и пафосная атмосфера. Я везу Роберта в местную пивоварню, чтобы он понял, как гостеприимный настрой приносит заработок. Давайте выпьем по пиву. Поговорим с местными. Уверяю вас, никто не побьет. Выглядите как рыба на суше. Честно. Как вегетарианец, которому подсунули бифштекс. Нет, нет. Я люблю местных жителей. Здесь множество отличных людей. Но никто из них не останавливается в Джунипер Хилл. Вы бы хотели видеть у себя такую же обстановку? Конечно. В вашем особняке? Да, я буду рад всем. Встаньте и скажите это им. Давайте. Пожалуйста, минуту внимания. Меня зовут Роберт. Я хозяин гостиницы Джунипер Хилл. Мы хотели сказать вам, что с удовольствием примем каждого в нашей гостинице. Сейчас нам нужна помощь. Если вы зайдете на обед или просто поздороваться, мы будем очень благодарны. Спасибо. Молодчина. Если Роберт сможет всегда быть таким гостеприимным, у него получится руководить гостиницей. Когда вы в последний раз бывали здесь с Арией, наверное, полгода назад, что он сказал о вашей вчерашней речи? Дело в том, что внешне Ари настоящий фильм. Он может казаться суровым. Да. Но он не такой. Он не знает, как правильно объясняться. Не умеет выражать эмоции и не пытается. Нельзя, чтобы это видели работники и постояльцы. Нужно как-то изолировать их от такого настроя. Он справится. Нельзя, чтобы он был лицом гостиницы. Не будет. Он может поддерживать вашу работу, но за кулисами. Выпьем за это. Всю ночь моя команда трудилась над новым внешним обликом гостиницы. Сегодня у всех будет шанс начать сначала. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте представить вам обновленную гостиницу Джуни Перхилл. Теперь это не бесплатный дом отдыха. Для ваших богатых друзей. Это теплый, гостеприимный загородный отель. И здесь будут рады каждому, как водителю Мерседеса, так и водителю грузовика. Вы готовы? Да, мы готовы. Тогда идемте скорее. Проходите. В великолепном главном зале стояло слишком много мебели. Боже мой, только посмотрите. Остались только лучшие экспонаты, теперь здесь свободно и уютно. Я не узнал свой главный зал. Гордон превратил его в чудесное помещение, на которое приятно посмотреть. Просторное, теплое, приемное. Взгляните. Ужасного самодельного бара больше нет. Да. Теперь гости не заблудятся из-за отсутствия указателей. Готовы увидеть обеденный зал? Проходите. Приветливая обстановка. Потрясающе. Теперь это не бабушкина комната, а настоящий обеденный зал. Именно такой ожидаешь увидеть в загородной гостинице. Мы убрали ужасные диваны, на которых невозможно сидеть. Ари, что скажете? Очень хорошо. Нравится? Просторно. Отлично. Теперь покажу свою спальню. Все за мной. Вы готовы? Готовы. Заходите. Знаете, что не так с этой комнатой? Ничего. Мы ничего не меняли. Единственная проблема запах в первом номере. Это работа для сантехника. В вашей гостинице прекрасные комнаты. Это означало, что мы были на правильном пути. Нам просто нужен проводник. Дальше. Чтобы вернуть сюда постояльцев, задумайтесь о ценах. Лучше сдавать комнаты подешевле, чтобы весь год показатель заполняемости был в районе 85%. Сделайте цены приемлемыми. Пусть люди наслаждаются гостиницей. Великолепные номера не нуждались в переменах. Но чтобы снова сделать гостиницу прибыльной, необходимо было полностью изменить еще одну вещь. Хочу показать вам кое-что. Хорошо. Вы готовы? Готовы. Идемте. Итак, мы должны привлечь местных жителей. Добро пожаловать в Блю Бар. Только посмотрите, настоящая кожа. Ари, вы довольны? Лучший новый бар в Виндзоре. Потрясающе. Великолепно. Это было невероятно. Мы зашли и увидели, что в баре уже сидели люди. На столиках стояли новые напитки. Незабываемо. Виндзору и Джунипер Хилл не хватало такого места, как Блю Бар. Надеюсь, оно будет пользоваться популярностью, особенно в такие дни, как сегодня. Работники готовятся провести первый в истории гостиницы воскресный обед. Шесть, семь, восемь. У каждого по четыре столика. Но пока все заняты делами, кажется, Ари необходимо напомнить о его роли в гостинице. Я здесь. Боже. Хорошо. Что вы сейчас делаете? Принимаете людей? Чем вы заняты? Встречаю людей на входе. Я думал, этим занимается Роберт. Он справится с приемом. Вы не дадите нам пару секунд? Продолжайте свои дела. Я думал, что на входе будет работать Роберт, что вы останетесь внутри. Роберт попросил меня заменить его в приемный. Он провожал людей в обеденный зал. Понимаю. Знаете пословицу «У семья нянек дитя без глазу». Я не думаю, что вы прирожденный хозяин гостиницы. Хорошо. Ему нужна ваша помощь, но за кулисами. Ясно. Объясните Роберту, что именно так вы будете ему помогать. Хорошо. Пожалуйста. Думаю, Ари наконец понял, что ему не нужно браться за непосильную ношу. Надеюсь, дальше будет только лучше. Идем, Софи. Собаку лучше увезти. Она может что-нибудь съесть. Нашему пуделю Софи нельзя бегать по комнате, где едят другие люди. Ко мне, иди сюда. Это не для тебя. Иди ко мне. Иди. Извините. Ко мне. Я слежу за собакой. Вы слышите? Собаке нельзя бегать по бару. Она запрыгивает на стуле. Правда? Начальник здесь я. Никогда со мной так не говорите. Подождите. Никогда. Я буду в своей комнате. Не смейте больше на меня кричать. Моя работа в Джунипер Хилл почти закончена. Кажется, дела идут на поправку. Уже скоро посетители придут на первый в истории гостиницы воскресный обед. Куда пропала Сара? Не видел её уже полчаса. С ней всё в порядке? Не знаю. Вот как? Сара ушла домой? Что? Сара ушла? Не знаю. Сейчас в гостинице важен каждый человек. Нужно найти её. Кто там? Это Гордон. Здравствуйте, Гордон. Вы в порядке? Нет. Что? Подождите. Я думал, вы будете с нами на обеде. Простите, я не могу. Хотите зайти? Вы ужасно выглядите. Что случилось? Расстроилась. Вам нельзя расстраиваться. Полчаса назад всё было хорошо. Посетители ждут. Я знаю. Первый столик уже на подходе. Я рассчитывал, что вся команда будет в сборе. Я знаю, но я не могу больше терпеть криков Ари. Он о вас накричал. Пару минут назад я попросила его увезти собаку из обеденного зала. Правильно. Его собака лежала на креслах. Ясно. Пойдёмте вниз. Пришлось собраться и вернуться. Раньше никто не видел, чтобы я плакала в гостинице. Просто спуститесь, пожалуйста. Ладно. Хорошо, Гордон. Я должна помочь девочкам. Не хочу, чтобы вы грустили. Вы нужны остальным. Он меня серьёзно обидел. Я поговорю с Ари. Это уже смешно. Соберитесь. У нас полно посетителей. Вы нужны внизу. Хорошо. Улыбайтесь. Да? Да, да. Я справлюсь. Ари продолжает срываться на работников. Видимо, я был прав, и его место за кулисами. Ари? Да? Сара убежала наверх, вся в слезах. Что случилось? Мы немного повздорили. Ни я, ни она не хотели уступать. Думаете, собаке можно бегать по обеденному залу? Нет. Значит, она была права? Да. В таком случае лучше перед ней извиниться. Вы отвечаете за всё, что происходит за кулисами. Давайте хотя бы сегодня не будем ни с кем ругаться. Хорошо. Ари никому не желает зла, но с таким тоном ему нельзя быть хозяином гостиницы. Пока он должен оставаться в тени. Сегодня в Джунипер Хилл будет очень людно, и шеф-повару Джулиану нельзя забывать о своей помощнице Нити. Он доказал нам с Робертом, что у него есть неплохой потенциал. Теперь я хочу помочь ему правильно распорядиться талантами. Вы хотите работать один, но на кухне нет места человеку в оркестру. Да. Поощрение и похвала. К плите. Местные жители приняли приглашение Роберта. В гостинице царит приятная атмосфера. Посетители сидят в баре и пробуют новое меню, которую мы составили вместе с Джулианом. Тара, рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, что приехали. Вместе с новыми гостями возвращается и старый посетитель, инспектор Стив Теллен. Первый его визит обернулся кошмаром. Я разочарован. Ожидания не оправдались. Никакого приветствия на входе. Я попросту потерялся. Роберту выпал шанс доказать Стиву, что он выучил урок. Надеюсь, всё пройдёт безупречно. Как вы, мистер Теллен? Рад вас видеть. Взаимно. Добро пожаловать. Это наше новое меню. Так, что дальше? Дальше мы подаём форель. Гостиница будет приносить прибыль, если персонал будет работать в команде. Шеф-повар до сих пор этого не понял. Нита, какой прожарки первая порция? Средний. Средний. Спросите её. Средний? Говорите с ней. Мне всё равно о чём. Хотя погоде. Главное, говорите. Вы должны общаться. Я же просил. Она может выкладывать еду на тарелки. Вы не хотите с ней разговаривать. Дальше будет ещё хуже. Я упростил меню, чтобы вам было легче. Понимаете? Да. У вас меньше дел, значит, вы должны больше общаться. Да. Посмотрите на меня. Да. Вы слишком сосредоточены. Первая тарелка. Вторая. Откройтесь немного. Она здесь, чтобы помочь. Спасибо. Лучше я сам. Следите за плитой и за сковородой. Джулиан! Идите сюда. Да что с вами такое? Вы меня игнорируете? Мне надеть фартук и всё сделать? Нет. Это же не сложно. Я знаю. Тогда в чём дело? Не замыкайтесь в себе. Соберитесь. Идёмте. У нас 4 минуты. Вы берёте одно блюдо, я другое. Хорошо? Выкладываете ягнёнка, затем берёте глазурь. Она вот здесь. Это уже лучше. Молодец. Спасибо. Как дела в зале? Цыплёнок. Цыплёнок. Посетители определённо заметили перемены. Вкусно? Очень. Я удивлена. Просто идеально. Пора узнать, что думает инспектор отелей. Рад вас снова видеть. Взаимно. Заметили перемены? Отель просто не узнать. Что насчёт приёмной? Открытая, доброжелательная обстановка. Сразу видны указатели. Когда зашли, почувствовали теплоту? Определённо. Как в отеле из бриллиантовой коллекции. Я рад. Приятного аппетита. Спасибо. В гостинице царит радостная атмосфера. Сара, можно вас? Да. Надеюсь, на этом перемены не закончатся. Я сейчас занята. Я хочу извиниться за то, что произошло. Мне очень жаль. Хорошо. Ария, пытаюсь помочь, а вы со мной ругаетесь. Простите меня. Еда не слишком дорогая. И очень вкусная. Теперь мы знаем, куда можно прийти с друзьями, чтобы расслабиться. Таких мест очень мало. Роберт и Ари поняли, что они обязаны поддерживать контакт с работниками. Отойдём на секунду. А Роберт, похоже, осознал, что действия всегда важнее слов. Я хотел сказать, что мы благодарны за всё, что вы сделали. Не только за эту неделю, но и за всё время, проведённое с нами. Это ваша зарплата, немного раньше срока. Мы знаем, она вам очень нужна. Я хотел наградить ваши труды. Здесь небольшая премия, чтобы вы знали, что мы ценим ваш труд. Райан, спасибо. Большое спасибо. Все вместе мы приведём это место в порядок. Да. Я давно не испытывал столько эмоций. Мою работу наконец-то оценили. Всё было не зря. Что за неделя? Похоже, дела идут на лад. Роберт, вместе с командой и Ари за кулисами сможет добиться успеха. Местные жители расскажут об этой гостинице своим знакомым. Замечательно. Мне пора прощаться. Но сложно покинуть место, где посетители наслаждаются баром и с удовольствием пробуют новое меню. Очень вкусно. Я рад. Мы хотели бы заказать ягнёнка. Конечно. Чудесно. Похоже, у вас здесь всё под контролем. Да. Вы общаетесь? Да. Говорите больше? Да. Вы молодец. Спасибо. Он не просто кричал на нас. Он помог нам измениться. Это было необходимо. Рад, что он не побил меня кухонной лопаткой. Ари? Я пришёл попрощаться. Я разбирался с чеками. Сорплата? Да. Удачи с бизнесом. Спасибо. Присматривайте за собой. И за Робертом. Поддерживайте его там, где нужно. Спасибо. Всего хорошего. Мы очень благодарны за его терпение. Ему было непросто заставить нас измениться. Всего вам хорошего. Удачи. Ну как вы? Замечательно. Похоже, у вас всё под контролем. Теперь так будет всегда. Персонал работает. Бар работает. Обеденный зал работает. И кухня тоже. Ари за кулисами. И у нас посетители. Довольные. Вы на верном пути. Да. Я приготовил для вас подарок. Приезд Гордона значил для нас многое. Временами было очень сложно, но в конечном итоге он помог и нашим работникам, и всему городу. За деньги такого не купишь, но за эту неделю вы заслужили награду. Главное, не останавливаться на достигнутом. Это знак, подтверждающий, что ваш отель является частью бриллиантовой коллекции. Спасибо. Вы его заслужили. Спасибо. Молодцы. Счастливого пути. Благодаря Гордону я стал новым человеком. Хочу, чтобы он вернулся. И увидел, что мы его не подвели. Это наша цель. Удачи. Пока. Замечательный день. Не могу поверить, что эти контейнеры еще здесь. На месте Роберта запер бы Ари в одном из них. Программа озвучена на студии Велес. Текст читали Ксения Бржизовская и Олег Белов.